Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря снова блок макроэкономической статистики из США. В 12.30 по GMT будем анализировать динамику личных доходов, личных расходов. Это дополнительные индикаторы оценки общего положения дел в американской экономике. Но стоит напомнить, что важнейшие индикаторы этой оценки, данные по инфляции и релиз Non-Farm Perls, это статистика, которая впереди. И она впоследствии уже будет задавать основной тренд в динамике курса американского доллара. Для разнообразия, сегодня в 12.30, ровно в то же самое время, когда выйдет американская статистика, нас ждет еще отчет по ВВП Канады. За парой доллар-канадец мы наблюдаем уже несколько недель подряд. И все рассчитываем на то, что канадский доллар сможет оброчить свои позиции, восстановиться, потому что, во-первых, он должен получать солидную поддержку от растущей нефти. А к нефти сейчас вообще нет никаких претензий. Мы вчера были в одном небольшом шаге от того, чтобы добраться до нашей долгосрочной цели 85 долларов за баррель. Сегодня небольшая коррекция, но я думаю, что сам факт того, что нефть остается вот в этом среднесрочном восходящем канале, это подчеркивает уверенность покупателей и то, что в ближайшей торговой сессии бренд может оказаться на гораздо более высоких ценовых уровнях, что окажет поддержку канадскому доллару. А сегодня, кстати, эту поддержку может оказать отчет по ВВП Канады за май. Согласно прогнозам, канадская экономика в мае выросла на 0,3%. Это лучше, чем показатель позапрошлого периода, когда мы видели нулевую динамику по экономическому росту. Надеюсь, что этот релиз станет дополнительным катализатором роста, и пара доллар канадец сегодня закрепится ниже планки 1,32. Также сегодня можно будет обратить внимание на отчет Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC. Особенно меня интересует динамика контрактов и спроса на золото. Если две недели назад значительный рост спроса был зафиксирован и общее количество спектротивных позиций достигло 193 тысяч, то, конечно же, важно понаблюдать за тем, как изменилось вот это позиционирование в свете распродаж на рынке золота, которые мы наблюдали в ходе вчерашней торговой сессии. Давайте по порядку. Индекс доллара. Текущие котировки 101.58. Лоу вчерашнего дня 100.30. То есть здесь тоже мы почти достали до нашей среднесрочной цели в 100 пунктов. На этой неделе мы следили за заседанием Федрезерва. Ставка, как мы помним, была повышена на 25 байсных пунктов в соответствии с ожиданиями и увеличена с 0,25% до 0,05%. На пресс-конференции глава ФРС Джером Пал дал понять, что текущий уровень ставки является ограничительным и не стал комментировать перспективы дальнейшего повышения процентной ставки. Но, отвечая на вопросы, все-таки ему пришлось отметить, что все будет зависеть от макроэкономических данных. Поэтому еще раз, друзья, обращаю ваше внимание, что принципиальнейшее значение будут иметь данные по инфляции в США. За июль это, по сути, статистика, которая выйдет через две недели. Потом мы также будем анализировать уже и августовские цифры по инфляции. Ну а первый важный фундаментальный фон, который нас ждет на следующей неделе, это июльские данные по американскому рынку труда, Non-Farm Perils. Напомню, что когда вышел последний отчет, прирост рабочих мест был крайне символичный, чуть больше 200 тысяч. И как раз тогда начались агрессивные распродажи доллара, потому что все осознали, что американский рынок труда буксует. Поэтому это и было доказательством того, что американская экономика испытывает определенные сложности при текущем уровне процентной ставки. Ситуация вполне может повториться. Но вчера, конечно же, покупатели воспряли духом после выхода данных по заказам товара длительного пользования, заявкам на пособие, первичным заявкам на пособие по безработице и годовым данным по ВВП. Все три релиза оказались на редкости очень хорошими и существенно превзошли прогнозы аналитиков и экспертов. В частности, наверное, наибольший акцент нужно сделать на показатель годового ВВП за второй квартал. Рост составил 2,4%, против прогноза 1,8%. Это действительно однозначно, если их характеризовать, хорошая статистика. И мы увидели первые сильные данные, на мой взгляд, за последние три недели. Это неплохо. Но хочу отметить, что не эти отчеты влияют на действия американского регулятора. На действия ФРС влияют показатели инфляции и общая ситуация на американском рынке труда. А здесь снова делаем акцент на рынок труда, где ожидаются слабые цифры, и на счет по инфляции, где, на мой взгляд, очевидно, будет продолжена нисходящая тенденция. И по итогам июля, то есть этот релиз выйдет через две недели, мы убедимся в том, что основной показатель инфляции в США опустился ниже 3%. Поэтому с учетом основного фундаментального фона я сохраняю короткие позиции по доллару, потому что этот фундаментальный фонд создает идеальные условия для того, чтобы вот этот долгосрочный тренд слабости американской валюты был продолжен. По другим финансовым активам. Золото. 1954 доллара за тройскую унцию. Ранее мы были уверены в том, что золото доберется до 2000 долларов за тройскую унцию. И действительно, если смотреть максимумы одной из последних торговых сессий, до этой цели было не так уж и далеко. Но наша главная опора была основана на рыночном сантименте, когда мы, собственно, покупали золото, потому что толпа находилась в продажах и действовали против толпы. Вчера после выхода американской статистики рыночный сантимент изменился. Сейчас уже толпа находится в покупках. Конечно же, находиться в одной стороне с толпой сейчас не самая лучшая затея. Поэтому я рекомендую пока что зафиксировать золото на тех уровнях, на которых оно находится, и ждать уже, соответственно, более интересной, нужной нам динамики по индексу доллара и смен рыночных настроений. 2000, я думаю, что будет еще как планка достигнута, но нужно, чтобы покупатели доллара чувствовали себя менее уверенно, и инициатива окончательно перешла к продавцам. Доллар-канадец уже отметил. Наша цель по-прежнему 1,30. Ждем, соответственно, развития нисходящей динамики и укрепления канадца на фоне рынка нефти и сильной канадской статистики. Британская валюта 1,28. Следующий четверг – это основное событие для фунта за последнюю неделю, потому что следующий четверг – это заседание Банка Англии. В свете того, что инфляция остается на уровне 7,9%, основная, базовая – 6,9% – это самые высокие значения среди всех развитых стран, и мы знаем, что тенденция роста в Англии инфляции, она даже преобладает. Банк Англии точно повысит процентную ставку. На данный момент ставка Банк Англии в 5%, я думаю, что ее повысит на 50 байсных пунктов до 5,5%. А с перспективы того, что она может быть увеличена еще несколько раз до конца этого года, ставка в Англии вовсе будет самой высокой также среди развитых стран, что создаст конкурентные преимущества для того, чтобы фунт начал пользоваться более высоким спросом, как валюта для керри-трейда. И по этой причине, я думаю, что фунт еще сможет проявить себя уже на следующей неделе и оказаться выше сопротивления 1,30. Европейская валюта 1,0976, ЕЦБ, как и ожидалось, тоже повысил процентную ставку на 25 байсных пунктов до 4,25. Риторика, кстати, Лагард была очень похожа на то, что было отмечено Джеромом Паулом, то, что первоочередная цель регулятора – это борьба с инфляцией, и цель для ЕЦБ по инфляции, так же, как и для Федрезерва – это 2%. И Лагард подтвердила, что Европейский Центральный Банк будет и дальше повышать ключевую процентную ставку. Но распродажи, опять же, евро, которые сначала начались как реакция на решение поставки, потому что, возможно, все уже было заложено в курсе, подкрепились также еще и сильной статистикой по США, которые привели к укреплению курса американского доллара. Евро-доллары и индекс-доллары – это инструменты, которые коррелируют между собой. Когда у нас нет уверенности в том, что в краткосрочной динамике доллар поведет себя нужным нам образом, держать одновременно два этих инструмента, два этих актива в портфеле нецелесообразно. Поэтому я рекомендую также евро-доллар зафиксировать и ждать более интересных настроений на рынке. И рынок нефти – 83,34 доллара за баррель. Сейчас факторы поддержки нефтянки прежней. Это снижающиеся запасы, сезонные спросы и сокращающиеся предложения, которые, если говорить об индивидуальных решениях Саудовской Аравии и России, были продлены еще и на август. Цель 85, она не меняется. Я думаю, что она будет достигнута в ближайшие торговые сессии. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Все, пока!